Всем привет, друзья! Скучали? Я тоже. Новое видео. Какой был рост людей в 19 веке? А может быть еще раньше. Почему я вдруг захотел опять поговорить на эту тему? Да потому что рассматривал я, смотрел на такой прекрасный собор, как Исаакиевский собор, и немножечко прибалдел от того, что увидел. Смотрел я разные года, гравюры, фотографии, картины, и действительно очень много странных вещей. То ли несоответствий, показано то, что надо, наоборот, а мы этого не видели. Ну, сейчас все по порядку и покажем. Итак, Исаакиевский собор. Чем характерны его виды? Ну, во-первых, он менялся. Во-вторых, сама площадь тоже могла измениться, дома перестраиваться, вырастать деревья, местность, уровень. Но, самое главное, заострим наше внимание на рост людей. Какой же он был. А рост людей, ребята, менялся очень конкретно. И надо сказать, что эта тема давно меня волнует, потому что я смотрел многие виды, в основном, конечно же, гравюры. Сейчас мы остановимся на некоторых из них, потому что материала много. Перед нами 1820-е года. По рисунку Монферрана вот такой вот вид собора. В общем-то, тот вид собора, который сейчас, он примерно такой же. Портики и вот эти часовинки. Конечно же, немного изменилось, но, в общем-то, все в целом то же самое. Посмотрим теперь на людей. При близком рассмотрении можно хорошо заметить людей, которые стоят рядом с собором и немного поодаль. На переднем плане вроде ничего необычного. Но если мы присмотримся получше на пропорции соотношения роста людей и высоты самого Исаакиевского собора, то мы тут же можем заметить очень странные вещи. Такое чувство, что на этой гравюре собор как будто бы меньше, чем сейчас. И тут или собор был другой, его перестоили как-то непонятно, раздули. Или наиболее возможный вариант, люди были выше ростом. Что, скорее всего, так и есть. Даже если визуально посмотреть на общий вид вместе с людьми, то собор действительно как будто бы меньше. Приближаем один из портиков Исаакиевского собора. Кто бывал рядом с этим интереснейшим объектом, тот знает, что там, где портик, есть лестница. Одна большая и потом маленькие. Кто был в Питере рядом с Исаакиевским собором, тот знает, что тут есть разные ступени. Ступени великанов и ступени обычных людей, то есть нас. Даже просто по этому виду, можно сказать, что люди измельчали в два раза. Были великаны, а потом появились маленькие люди. Пришлось даже лестницу переделывать. Даже ступеньки заново далбливать поменьше. А теперь, друзья, смотрим на современный вид. Сделаем примерно похожий размер колонн и ступенек в портик. Это 1820 года, то есть первого половины 19 века. А это современный вид. Панорама Google. Но нам необходимо увидеть рост людей. Если посмотреть направо, вот еще один портик с другого уже фасада. И хорошо виден рост людей. Вот он. Колонны. Снова смотрим сюда. Как вам такой вид? Вот человек стоит рядом с таким же портиком. Где-то раза в два, а может быть даже в три, он выше уже. Может быть художник что-то не то нарисовал. Типа эскизы, наброски. Но опять же, рисуя такие серьезнейшие вещи, художник всегда соблюдает пропорции. Тем более, допустим, как это могло бы выглядеть, если рядом ходят люди. Идем дальше. А давайте посмотрим тоже 19 век. Но это уже фотография. 1890 год. Видно, что здесь какие-то леса, то есть делают реконструкцию. Что-то произошло, что пришлось его реконструировать. Тот же самый вид. С того же самого ракурса. Вот здесь стоит человек. Как вам кажется, люди такого же роста, как на гравюре? Или все же они стали гораздо меньше? Смотрим еще раз. Захватим сразу два портика для примера. Вот стоят люди чуть поодаль и ближе к стенам собора. Современный вид. Вот человек, он где-то вот на этом уровне. И снова 1820 год. Однозначно, здесь люди выше. Здесь гиганты. Вот окно с портиком. И мы хорошо видим, что раза в два ниже. Причем человек на гравюре такого роста, как кучер, сидящий на телеге, вместе взятые. Лошади. Мы их тоже увидим. Несколько других видов, которые говорят нам о том же самом, что люди были выше ростом. 19 век. 40-е и 50-е года. Как вам кажется, люди тоже были выше? Или опять пропорции не соблюдены? Видим, что люди были выше. Снова складывается такое чувство, что собор то ли меньше, то ли вокруг него площадь меньше. Как будто уменьшена в разы. Местность может меняться. Но пропорции зданий и, конечно же, самого собора одни и те же. Дома не могут быть надувными. И раздуваться или сдуваться, такого просто не может быть. И они не могут быть резиновыми. Сами понимаете. 50-е года. То же самое. Мы наблюдаем, что люди еще остаются высокими. 1859 год. Что-то произошло. И людей не стало. Мы хорошо видим этот день. Вот что больше заинтересовало на этой стереофотографии. То, что я здесь не наблюдаю ни одного креста. По крайней мере, на часовенках я точно его не вижу. Смотрим выше. И даже здесь, на главном куполе, почему-то ничего нет. Мелкие детали все-таки видны. А что же тогда случилось? Для примера смотрим Смольный собор. Здесь качество получше. Поэтому можно все увидеть. Несколько куполов. На одном из них звездочка. Которая еще называется Сворожич. На куполе колокольни почему-то тоже нет креста. Какое-то солнышко или та же звездочка Сворожич. Сворожич. Вот это интересно. Однако, я не могу сказать точно, что располагается на самих куполах. Но крестов точно не вижу. Что-то наподобие такой формы, как капля или как луковка. Колечко и сверху штырь. Здесь то же самое. На кресты это мало смахивает. Причем здесь даже два кольца. Ну вот фотографии в лучшем качестве. 50-е и 70-е годы 19 века. Здесь вопросов особенно нет. На часовнях я вижу кресты. Направление слева направо. Единственное но. На главном куполе опять нет креста. Просто шарик и все. Который называется яблочкой. Главный купол. Потом идет фонарь, яблоко. А креста почему-то нет. Странно. Это же центральный храм Санкт-Петербурга. Зато мы можем увидеть соотношение роста людей и высоты собора. Вот человек стоит. И вот на одном из портики тоже стоит человек. Такого же роста как и сейчас. Как современные люди. Практически. Стена какая-то вся обшарпанная. На вид я бы сказал, что вот здесь вот как будто все заросло. Мох или что это. А еще здесь видно. Не пойму что это такое. Но похоже на тень. Да, это тень. Если визуально поставить этого человека. Допустим сюда. Он будет где-то вот на этом уровне. То есть где-то вот тут. Значит опять видим разницу примерно в два раза. Люди измельчали. Что-то произошло. И они почему-то стали меньше. 1872 год. Крестный ход. Празднование юбилея Петра Первого. Так, посмотрим поближе. Вот мы видим, что люди в общем-то маленькие. Не то, что было в первой половине 19 века. Измельчал народ. Вот сам памятник. Ограда и стоящие рядом солдаты. Смотрим на их рост. Запомнили. Ну какие фотки попались, такие и будем использовать. Вот посмотрите. Соотношение роста современных людей и медный всадник. Это где-то 4 роста современного человека. Что-то странное происходит здесь. Как будто бы он то ли меньше, то ли опять же вывод какой, что люди больше. И это не единственное место такое. Художник Суриков. Вид памятника Тру Первому на Сенатской площади в Петербурге. Так, смотрим здесь. Ограда, освещение, 1870 год, кстати. Освещение явно не газовое, а что-то другое. Потому что видите, вокруг все-таки светло. Освещение хорошее. Единственное, что здесь почему-то нет освещения. Но я могу сказать, что люди где-то в два раза опять же измельчали. Одно дело 50-е года, другое дело 70-е года 19 века. Что-то странное происходит. Не так ли? Это еще не все, друзья. Самое интересное сейчас начнется. 1813-14 года. Так, так, так. Что же у нас здесь поменялось? А много чего поменялось. Во-первых, люди действительно выше. Это хорошо видно. Во-вторых, вы ничего не замечаете справа? Ну, если вы вдруг не заметили, я показываю. Вот тележечка. Почему-то без колес. Непонятно, что здесь такое. Вроде снега нет. Но вообще погода и время года непонятное. Внимание на сане справа. Трое человек. Один сидит в санях. Кучер и солдат стоит сзади. Друзья, вам не кажется, что лошадки слишком маленькие? Это не пони. Видно, что это обычные нормальные коняшки, к которым мы привыкли. Что же здесь случилось-то? Что-то удивительное творится. Лошадки-то маленькие. По сравнению с гигантами, их тут трое. По сравнению с гигантскими людьми, лошадки-то вообще маленькие. Как будто собачки, только немного побольше. Но это же лошади. То же самое люди-великаны слева. Аграда маленькая. Если сравнивать, что мы сейчас видим, то это где-то вот так. И кстати, на заднем плане Третий Исаакиевский собор. То есть еще не тот самый, который мы знаем, а другой. Знаменитое наводнение 1824 года. Уровень воды поднялся очень высоко. Я немножко не пойму, что вот это на заднем плане. Ну вот сам памятник. Примерно тот же самый ракурс. И вот люди. Сравниваем размер даже людей и размер памятника. Очевидно, что они гораздо выше, чем сейчас. Реально какие-то гиганты. Если сравнивать с ростом современного человека, значит эти люди метра три ростом, как минимум. И опять какие-то странности. 1839 год. Вот люди стоят рядом с оградой. Неужели они опять стали меньше? 1844. Опять что-то не то. Ну, понимаете, в чем дело? Я так думаю, что картины могли на заказ писать. И конечно же, делать рост людей такой, какой сказал заказчик. Поэтому, не знаю, как верить этой картине, но рост здесь почему-то меньше, чем в начале 19 века. Кстати, в сравнении с высотой собора, люди здесь тоже такие же, как сейчас. 1845-55-е годы выросли, и площадь сузилась. Даже такое чувство, что вот это здание античное, оно стало меньше. На время. Современный вид. Знаете, что я думаю? Вот что здесь сразу бросается в глаза? То, что высота камня меньше. Как будто половина осталась где-то там под землей. Соответственно, и рост людей маленький. Даже если сравнить вот с этой картиной наводнения, посмотрите, что если немножечко опустить уровень воды, то как раз будет та высота камня, которую мы наблюдаем сейчас. Вот такая. Вот вам и большая вода. Потоп наводнений 1824 года. И его последствия. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вас опять заинтересовал этой темой. Великаны, гиганты 19-го века. Как вы думаете, все-таки, какого роста были люди в 19-м веке? Можете написать в комментариях, верите ли вы в великанов или нет. Тоже пишите об этом. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Друзья, надеюсь, вам эта тема, как всегда, понравилась. А если так, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Со мной интересно. До свидания, до новых видео и всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok